Добрый день, дорогие друзья! С вами Рубиновый директор Васильева Елена, и сегодня у нас будет... Ой, здравствуйте, здравствуйте! Да, здравствуйте всех! Рада видеть, слышать! Сегодня мне выпала огромная честь вести вебинар от компании и рассказать про наши удивительные кардицепсы. Это та позиция, которая... Благодарю за теплые слова! Это та позиция, которая является одной из моих самых-самых любимых среди наших БАДов. Я все БАДы люблю, это действительно так, но это особая любовь. Немножечко про меня. У меня два высших образования. Первое медицинское, второе психологическое. Я 10 лет работала медицинским психологом в больнице. Ну, работа интересная, конечно, все здорово действительно, но и серия зарплата позволяла максимум отдыхать у родителей на даче. И именно благодаря бизнесу Тиандэ сейчас моя семья может путешествовать 4 раза в год, 4 раза в год и по России, и за рубежом. И действительно, это, знаете, это вдохновение, и начала сбываться моя мечта, потому что очень хочется путешествовать не только своей семьей, со своими коллегами. Это и благодаря промоушенам от компании вот эта мечта сбывается, и сами уже путешествуем командой. Это действительно здорово. Как говорится, компания Тиандэ, если мы в компанию Тиандэ попали, нас Бог в лобик поцеловал. Это действительно так. И прежде чем мы с вами поговорим про удивительные свойства кардицепсов, я хочу провести маленькую экскурсию по удивительному месту. Это Тибет. Особенность нашей продукции, все мы с вами знаем, что это секреты старинной китайской, тибетской рецептуры, которым больше 5000 лет, плюс новейшие разработки. Это действительно очень гордо, и мы это четко должны понимать, потому что медицина Востока. Знаете, вот поставьте, пожалуйста, плюсики, это из серии. Если уже всеми таблетками полечились, там кто еще таблетки пьет, уже все попробовали, если не помогло, ну что ж, пойдем к восточному эскулапу. Вот у кого такое бывает или у знакомых. И я, несмотря на свое классическое медицинское образование, я полностью согласна с тем утверждением, которое говорит, что проще, да, Тань пишет, Татьяна Хишкина, да, Танюшечка, действительно, любое заболевание, это вам любой врач скажет, легче профилактировать, чем лечить. Ну, во-первых, это сложно, это дорого, да, лечить уже что-то, ну, а потом это, ну, уже все равно, что рыть колодец тогда, когда вам хочется пить, ну, вот такая вот ситуация. Поэтому нужно заниматься профилактикой. И если говорить о ответственности, иногда люди говорят, что, ой, ну, знаете, вот, мое здоровье, это там мое дело, как я себя там чувствую, вас это не касается. Знаете, вот нет, на самом деле я вас немного напугаю, и в то же время скажу, что у нас есть определенные нюансы. Я, как врач по первому образованию, у меня пунктик здоровья, я хочу быть молодой, красивой, энергичной, такой же обаятельной и привлекательной еще долго и долго. И здесь момент какой, дорогие коллеги, наша, вот, кто присутствует здесь в чате, до своих консультантов тоже, вот, я постоянно доношу и прошу, вы тоже это делайте. Наше здоровье, давайте посмотрим, оно вообще-то не нам принадлежит, это не наша ответственность. Ну, как, наша ответственность, да, а немножечко вот дальше давайте посмотрим. Сами для себя ответьте, а вы кем хотите быть, когда вам, в каком состоянии, точнее, вы в каком состоянии хотите быть, когда вам будет 16 сильно плюс, да? Вы хотите быть опорой для своих внуков, детей, быть энергичным, радоваться жизни, позволять себе путешествовать, позволять себе заниматься интересными делами или работать на таблетки и быть обузой? Вот знаете, действительно, работать на таблетки и быть обузой, вы что хотите, чтобы ваши близкие к вам шли за советом, с вами с радостью и энергией общались, да, либо работали на таблетки на ваше исцеление? Но ответ вообще-то очевиден. У меня картинка из жизни, которая для меня вот такая лакмусовая бумажка. Это когда мы в свое время учились кататься на сноуборде, был у меня тоже такой период в жизни, а учились кататься на горках, которые у нас находятся в Москве, есть специальное такое место, где тренируются горнолыжники и все остальные. И когда я проходила мимо подъемника, смотрю, мальчик кричит там, а, смотрю, стоит женщина в красивом, ну, женщина-девушка, не знаю, со спины. В общем, дама стоит в очень красивом костюме, но в лыжах что самое главное, да, в горных лыжах, чтобы костюмчик сидел. Я обратила внимание на красивый костюмчик, стройную фигуру, и вдруг мальчик 7-летний кричит вот этой стройной фигуре, бабушка, и эта фигура поворачивается, и я обнаружила, ну, что это бабушка, ну, да, женщина, не знаю, может, 60 ей лет или еще сколько. И я смотрю, думаю, боже мой, какое счастье, что бабушка в таком возрасте, в таком чудесном состоянии с внуком катается на горных лыжах. То есть вот, знаете, вот такой момент. Ну, я уверена, поставьте, пожалуйста, единичку, у кого какие-то подобные картинки были. И вот я смотрю, я понимаю, это круто, это здорово, и бабушка молодец, и я однозначно хочу быть в таком же состоянии и дальше, и дальше. И прежде, чем мы поговорим с вами о кардицепсах, да, ответ очевиден. Конечно, каждый из нас хочет быть энергичным, здоровым и опорой, надеждой для своих близких, зажигать мир, энергию и так далее. И мне посчастливилось быть два раза в путешествии в Тибете. Тибет – это уникальное место, это то, что действительно является загадкой по сей день. И мы, когда говорим о том, что действительно компания Тианде отличается тем, что наша продукция – это секреты китайской и тибетской медицины, которым больше пяти тысяч лет, это действительно так. Тибетская медицина в рекламе не нуждается. И вот когда мы были… Ой, это Татьяна Ясенкова, привет. И когда мы были в путешествии по Тибету, здесь несколько моих фотографий, я вам их покажу с удовольствием, расскажу какие-то картинки. Я до сих пор вспоминаю это путешествие, знаете, как путешествие в другой мир, в другую реальность. И очень приятно, очень гордо, что именно с этой продукцией, с этой энергетикой есть возможность у нас работать. Но здесь на картинке вот такой вот… Ну, просто вид. Мы путешествовали на автобусе, мы были два раза. Первый раз это было путешествие на джипах, нас было 7 человек, всего второй раз мы путешествовали уже на автобусе, это было 23 человека, это месяц. Чем отличается Тибет вообще? Ну, помимо всего, что я сказала, это вот для европейцев еще очень тяжело, потому что это очень высоко. Высота самой низкой точки, куда мы прилетели, это столица Тибета, Алхаса. Это, по-моему, около 3000 метров над уровнем моря. Ну, для сравнения, Москва это 300 метров, да. То есть это высота, это недостаток кислорода, это, ну, вообще-то кислородное голодание, которое выражается в горной болезни. Это голова болит, ну, вот там руки-ноги, ну и так далее. То есть для организма это дичайший стресс. Местные, естественно, этого уже не ощущают, и все замечательно и хорошо. Вот когда мы путешествовали, и организм уже каким-то образом приспособился, а, кстати, наш организм уже второй раз мы когда были, чудесно это все путешествие перенес, благодаря тому, что я уже пила чай нони, и это была все великолепная горная болезнь, меня миновала. Но это совсем другая история. Путешествуя по Тибету, попадаешь в удивительную атмосферу. Вот эти барабанчики, которые на картинке, да, у них внутри находятся молитвы, свиток молитв. И когда ты идешь, ты вот этот барабанчик крутишь, вот их много-много, они везде, рядом с храмами, рядом там с какими-то святыми местами и так далее. И считается, когда барабанчик крутится, эта молитва сразу вот отправляется во Вселенную. Ну, автоматизирован такой процесс, шутка-шутка, но тем не менее это так. Вот этот процесс, он как-то вот завораживает и действительно переводит в какое-то другое состояние. То есть состояние здесь и сейчас, спокойствие ума, о котором говорится, вот это вот к этому и относится. И пейзажи, которые там вот видишь, проезжая, огромные расстояния. Пейзажи, которые там, вот знаете, они поражают воображение. У нас, да, у нас была такая интересная тема, когда мы отправлялись перед путешествием. Естественно, я разговаривала с теми людьми, которые были. И один человек мне говорит, ой, говорит, знаешь, там смотреть нечего на самом деле, там очень длинные расстояния, монотонный пейзаж, смотреть не на что. Ну вот запасайтесь фильмами, там музыкой, чтобы было как скоротать время, пока вы не доехали до какой-то там экскурсионной точки. Я не знаю, куда этот человек смотрел и что ему там было как-то вот, ну не на что смотреть. Мы на самом деле не могли оторваться от окон. И вот на верхнем правом слайде, вот где тучи и река такая мутная, в названии реки вы только послушайте, Брахмапутра. Тут Брахмапутра, мы смеялись, да, Брахмапутра, вот река легендарная, про неё огромное количество там легенд и стихов, она там везде течёт. Смех смехом, но тем не менее это священная река. И вот пейзажи, которые там, начиная от облаков, заканчивая вот ландшафтами, то есть они настолько завораживают, что это вообще сплошная медитация, там просто наблюдать за этими пейзажами. На левой верхней картинке у меня за спиной один из монастырей. Мы посещали там огромное количество монастырей, причём это не туристические места и поездка у нас была не туристическая. То есть мы заехали в те места, где не ступала нога туристов, для нашей группы был индивидуальный тур, и это было незабываемо, это было действительно волшебно. И когда попадаешь вот в какой-то из монастырей, вот на нижних картинках, это вот вход один из монастырей, монахи, это в частности диспут монахов. Когда попадаешь в один из монастырей, то есть там вот это ощущение, ну в России, когда ты в храмы попадаешь, это вот ощущение благости вот такое. Вот в Тибете это вот тоже, когда ты заходишь на территорию монастыря, это ощущение вот благости, я по-другому не могу это никак сказать. Там просто находясь, что-то с тобой уже происходит, какие-то вот вибрации, наверное, или ещё что. И вот на самом деле это оно вот настолько, это всё древнее, это всё древнее, оно сохранено, ну по крайней мере было тогда, на тот момент нашего путешествия. И там, когда находишься, такое ощущение, что ты впадаешь в такое вот состояние медитации, или назовите как хотите, это реально что-то другое. Монахи, в частности, вот картинка внизу, которая в нижнем углу, мы попали на диспут монахов. Что такое диспут? Это вот, ну их человек 100 там, наверное, площадка, открытое пространство, это мы были ещё, когда тепло было, да, мы в августе ездили. И у них диспут, когда они друг другу доказывают по определённой технологии, сейчас экономлю время, какое-то противоречие из священных трактатов. И вот этот диспут идёт, один доказывает очень эмоционально, а задача того, кому он доказывает, второй сидит, быть вне эмоциональной вовлечённости. Один, наоборот, очень эмоционален, там хлопает руками, там говорит эмоционально, а второй должен быть вот вообще вот не вовлечён. И этот процесс настолько завораживает, а по периметру там туристы ходят. То есть, вот знаете, очень так вот интересно, даже в храм, когда заходишь, да, то есть монахи занимаются своим делом, своими там медитациями, своими процессами. Рядом ходят туристы, и, собственно говоря, это их не отвлекает. Ну вот мы там зависли, ну, наверное, я не знаю, там часа полтора и не заметили, как это время прошло. Вот на этих картинках тоже такие вот моменты, которые для нас, они вообще для европейцев удивительны. В частности, вот внизу, видите, огонь. Это я ещё немножко так сфотографировала, на самом деле. В одном из монастырей есть отдельное, заглянули такое помещение. Вот у нас свечки ставятся в храмах, а у них вот отдельное помещение, где тоже ставятся, но не свечи, а такие маленькие вот, ну, пятачочки с ячьим жиром, свечечки из ячьего жира. И вот это вот пламя огня, отдельное помещение, где вот эти вот свечи, ну, тоже вот, ну, душам, которые ушли уже в мирной, это, знаете, тоже очень впечатляет, когда ты заходишь в это помещение, и оно вот полностью объято вот этими свечками. Ну, вот такой момент. На картиночках тоже, где там рога, копыт, вот камни и так далее. Я вот сижу уже на верхних фотографиях, на каких-то изрисованных камушках. Это тоже в одном из монастырей, там на заднем плане стопы видны. То есть, а вот эти камушки, на которых я сижу с иероглифами, то есть, это вот в древние-древние времена, уж не знаю, сколько им лет, да, паломники, которые поднимались вот наверх к этому монастырю, они как бы выгравировывали на этих камнях священные писания, то есть, цитаты из священных писаний, и несли на себе вот наверх-наверх до этого монастыря, и там это все оставляли. То есть, видите, какое обилие камней, ну, камни очень тяжелые, нам, европейцам, и без камней ходить сложно, а тут вообще только пытаешься представить, как это было, что люди на себе это еще несут, то есть, вот какое это смирение, терпение или вот страсть, вот, ну, приобщение к чему-то. Для нас это вообще, что называется, как вообще параллельный мир. Ну, и на левом верхнем фото, это мой супруг Сергей Васильев, организатор этой поездки, мы были в одном из отдаленных монастырей, где вообще не видели туристов, местные жители, и этот монастырь содержали два монаха, вот, чисто на таких вот добровольных началах, нам его открыли, мы туда зашли, посмотрели, но дети, как увидели Васильева Сергея, они сразу приняли за своего, облепили, думали, что это Хатей, бог, ну, и вот, которого можно однозначно потрогать, и мальчишки на нем висели. Смешно, здорово, ну, так вот, ну, действительно забавно. Ну, и, естественно, пик путешествия, это путешествие вокруг Кайласа, это называется Кора, вот, верхняя левая картинка, если вы видите, где вот, ну, группа людей, там и монахи есть, и, соответственно, наша группа, это когда мы были внизу Кора, это круг, он 53 километра вокруг Кайласа, вот на заднем плане, на заднем плане белая гора на фоне такого неба пасмурного, это именно и есть тут легендарный Кайлас. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто помнит, когда у нас был лейкопластырь, лейкопластырь для позвоночника с изображением белой горы, белая гора Кайлас, считается, что Кайлас – это гора, на которой живут наши учителя, что там находится вход в Шамбалу, это легенда, это отдельная тема, про которую могу очень долго рассказывать, но время ограничено, поэтому Кора – это просто вокруг Кайласа, 53 километра, никакое альпинистское там снаряжение не нужно, но просто ты долго-долго идешь, ну вверх-вверх-вверх, самая верхняя точка, перевал, который проходит тропа Кайласа – это 5800 метров, то есть представьте, 5800 метров, да, а сама высота макушки Кайласа – 6666, ну вот тоже непростая такая цифра, и мы когда спустились, обнаружили, что вот на одной поляне, которую мы проходили, там группа монахов фотографируется, там есть и тибетцы в такой обычной одежде, и когда они нас увидели, то есть мы сначала думали, как бы с ними так сфотографироваться, но когда они нас увидели, вопрос был моментально решен, это они побежали с нами фотографироваться, потому что все европейцы, для них белые обезьяны безобидны, вот они реально очень удивляются нашему цвету лица, и каким образом у нас может быть такой цвет глаз, или еще какие-то вот интересные моменты, и они с нами фотографировались, в результате с ними разговаривались, вот выяснилось, что у них друзья, которые вот в монашеской одежде, у них праздник, они прошли кору, а вот те, которые в обычной одежде, их встречают, их встречает у них праздник, прохождение коры, это считается, освобождает тебя от энного количества грехов, ну и твое следующее воплощение, ну поднимает куда-то туда, выше, выше, и выше. Тоже интересный момент, на каком языке разговаривались, на английском, на английском, в частности, все монахи знают английский достаточно хорошо, и мы фотографировались на их айфончике, так что все в порядке, дорогие друзья, мир контрастов, где шляпка внизу, это тропа коры, и там есть одна из полян тоже, где считается, нужно оставить какую-то свою вещь, как знак, что ты избавляешься от какой-то части личности, которая тебе вот не нужна абсолютно, да, но и олицетворении нужно какую-то вещицу оставить, ну вот кто-то оставил шляпку, там много шмоток разных валяется, специфично, необычно, но завораживает, я носовой платочек оставила. На верхнем фото справа тоже, вот лохматый, чего-то такое здесь не очень понятно, не то женщина, не то мужчина с чем-то лохматым за спиной, вот это лохматый, это овечья шкура, а вот шапочка, которая торчит, это ребенок, то есть это семья, и для тибетцев пройти кору, это праздник, они идут с яками, это лохматые быки, с семьями, красиво одеваются на тибетской женщине, да, 8 килограммов украшений бывает, потому что это действительно для них праздник. И вот этот маленький малыш, то есть его несет женщина, укутав так, то есть они вместе идут кору, то есть вот у детей, у них вот эта вот, ну, не знаю, набожность, религиозность или причастность, она у них прямо вот, ну, формируется, вот, ну, как бы с раннего, с раннего детства. И нижняя фотография, где вот, ну, моя фигурка среди кучи-кучи флажков, это тоже одна из полян, то есть в Тибете, ну, Тибет – это Китай, Тибет в Китае находится, это место, где, ну, одно из священных мест, и чем священнее место, тем больше там вот таких вот растяжек с флажками, но это не флажки на самом деле, это разноцветные такие полоски ткани, на которых отпечатаны молитвы. И считается тоже, вот если священное место, там такой шест ставится, вот эти вот растяжки с полосками вот этих разноцветных флажков с напечатанными молитвами привязываются, и считается, что когда ветер трепещет вот эти вот полоски, молитва тоже уходит туда, все автоматизировано, да, то есть место удивительно, это вот одно из таких вот тоже значимых мест на тропе Коры. То есть вот опять же эта женщина вот с ребенком, которого она несет вот эти флажки, вот эта вот шляпка, то есть это все вот тропа Коры, это то, куда идется, и вот люди, местные тибетцы, то есть они считают, что это действительно вот очищает их дух и укрепляет силы, ну, и является священным местом. Ну, вот много чего можно рассказать, и вот на этой фотографии тоже с нами фотографировались, да, как с белыми обезьянами, с нами фотографировались монахи, то есть для них это было необычно, когда в путеводителе читаешь, говорят, что вы не обижаетесь, если тибетцы подойдут, потрогают ваши там волосы, будут вам заглядывать в глаза или потреплют вас за щечку. Для них это действительно такой цвет, как бы, внешности, очень необычно, они как дети, так что вы не обижаетесь, но одно дело, когда ты это читаешь, другое дело, когда ты это ощущаешь на себе, действительно, то есть очень необычно, очень доброжелательно, и причем, знаете, особенно когда уже, ну, вот, отходишь от таких туристических мест, выше, выше и выше, да, обнаруживается, что они все улыбаются, вот причем, знаете, они, когда тебя встречают, они сразу улыбаются тебе, то есть первая реакция, вот мы говорим, европейцы, да, чуть редко европейцы улыбаются, повод какой-то должен, они тебя видят, они сразу улыбаются, и что ты делаешь? Ну, ты вообще-то тоже улыбаешься в ответ, и получается, на протяжении месяца мы там были, ты постоянно с ощущением улыбки, ну, вообще-то это одна из, там, глубинных практик и так далее, и вот это вот ощущение, ну, если удается сохранить в нашей реальной жизни, привнести в наш бизнес вот эту улыбку со всех сторон, и вот эту энергетику, конечно, и бизнес будет развиваться, и людям с нами будет классно находиться, ну, это действительно вот такая вот очень интересная тема. Ну, и на правом фото, это внутренность одного из монастырей, там вот эти вот сидения, на которых обычно сидят монахи, они там же и кушают, они там же и медитируют, и в одном из монастырей мы попали на пение, на горловое пение тибетских монахов. Ну, кто слышал, может быть, это вот нижние там, не знаю, регистры или внутренность какая-то, да, то есть это настолько завораживающее, ну, не зрелище даже, вот, на слух восприятие, когда 100 человек, горловое пение, это, ну, знаете, нам уже, к нам уже подходит наш гид и говорит, давайте, давайте, пошлите отсюда, вы уже здесь долго сидите, мы говорим, да ладно, что, минут 20 по 7, говорит, нет, вы здесь уже 2 часа сидите, то есть время реально растворяется. Ну, вот такие вот моменты, и когда мы были в Лхасе, это столица Тибета, мы, ну, это уже такой а-ля объевропизированный город, да, это вот я в одной из аптек, ну, уж я не знаю, или ракурс у меня такой, ну, вообще-то я была на 8 килограмм больше, да, ну, вот что есть с чем сравнить, естественно, мы позаходили везде, где можно было, и аптеки у них делятся на 2 категории, то есть европейские и, вот, ну, местные. Иногда это в одной аптеке одна половина местная, а другая европейская, иногда просто вот есть аптеки европейские, ну, как нам понятно, да, там, таблетки там и так далее, да, другая вот чисто местная. Вот местная аптека отличается, я это вот на территории местной аптеки отличается тем, что, знаете, мы так смеялись, что похоже на лавку маленькой ведьмы, да, то есть там какая-то лапка лягушачьи, не то еще какая-то, там чей-то там хвостик, какой-то корешок, это все в наборчике, что-то там написано такое, ну, мы, естественно, не понимаем, да, но выглядит забавно так, но мы с вами не только про забавность, а мы с вами про кардицепс. И когда шли по улице, я обратила внимание, что у них очень много плакатов, очень много плакатов, где не то червяк, не то гусеница какая-то, я думаю, боже мой, что же это у них вот так вот, вот, вот так вот, да, в Тиандэе я, собственно говоря, тогда только начинала так интенсивно вникать, да, про кардицепс знала, но как-то не особо я озадачивалась, как он видит, и на что мне потом сказали, так это же кардицепс, то есть у них культ вообще поклонения кардицепсу, культ вот кардицепса, они кардицепсом лечат все, вот это вот сушеный кардицепс, он у них в сушеном виде, там в виде настоев, там разные величины эти корешки, вот это не гусеница, вот так выглядит реально кардицепс. Ну, давайте уже немножечко поговорим, чем же он так знаменит. На самом деле это легендарный гриб, который в Китае ценится дороже золота, и когда весной начинает пробиваться, вот кардицепс, прорастать кардицепс, да, пустеют деревни и села, которые находятся рядом с возможностью его нахождения, люди уходят искать кардицепс, потому что его найти очень сложно, это очень редкое растение, и он растет очень высоко в горах. Ну, утверждение того, что чем более вносливо растение, чем более оно жизнеспособно, тем оно более полезно, ну, знают уже очень многие. Опять же, кардицепс растет высоко в горах, а это, ну, высоко в горах высоту, я вам сказала, 5000 метров, ну, и примерно вот в этом, да, промежутке, то есть он не только умудряется там выжить, он еще и благополучно произрастает. Ну, это гриб-трава его, как называют, еще у него много названий, гриб-трава, то есть он выглядит, ну, вот таким специфичным видом, летом растет как гриб, ну, вот в виде, вот так, вот в таком виде, да, зимой зимует в личинках насекомых, я не буду вдаваться в подробности, да, и действительно он знаменит своими уникальными средствами, своими свойствами, которые поражают весь мир. Ну, в 90-е годы, в 90-е годы обнаружилось, что малоизвестная сборная по легкой атлетике Китая победила 14 мировых рекордов, то есть это был фурор в мире спорта, как такое могло произойти, сборную заподозрили в применении допинга, были проведены там исследования, испытания, там и так далее, и так далее, вот, но все было в порядке, тогда уже стали приставать к тренеру, скажите, пожалуйста, в чем секрет успеха вашей команды, и на что тренер сказал, это однозначно тренировки и китайские волшебные грибы, в частности, кардицепс. Это действительно тот гриб, который обладает уникальными свойствами, он в частности повышает сопротивляемость организма ко всем меняющимся условиям, то есть адаптогенные свойства, я вот сейчас про общие свойства скажу, а потом уже непосредственно мы к нашим трем добавочкам подойдем, то есть он повышает общие адаптогенные свойства, что такое адаптогенные свойства по-русски? Да меняется, когда все, вот сейчас смена времен года, переход к одного времени, одного времени года к другому, ну для организма это вообще стресс, от тепла к холоду, к дождям осенним и так далее, перемена климата, перемена работы, перемена отношений, то есть адаптация это приспосабливаемость к чему-то, вот он увеличивает приспосабливаемость. Поставьте, пожалуйста, единичку, кому нужно увеличить приспосабливаемость, к нашей экономике, к нашим отношениям, к нашему климату и так далее, и так далее, вообще-то всем. Стресс это то, что является бичом нашей жизни, но увы, это так, мир настолько быстротечен, то есть это буквально сейчас напоминает гонку вообще, спринтер, бегом, 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 куда-то-то, все хотят быть счастливыми, ну быстро, 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 да, и действительно, то есть это на организм накладывает огромный отпечаток, то есть организм постоянно находится в состоянии стресса, так вот кардицепс, он будет снижать как раз вот эту вот нервную возбудимость, он будет увеличивать стрессоустойчивость, это не значит, что мы с вами тормозами станем, мы просто с вами адекватно сможем реагировать на определенные вещи, он повышает нашу устойчивость к воздействию свободных радикалов, кто такие свободные радикалы, ну все уже слышали, так вот свободные радикалы, там мы вот в креме там слышим, борются со свободными радикалами, в добавках у нас очень много того, что борются со свободными радикалами, давайте я вам детскую такую картинку нарисую, чтобы мы с вами для себя во-первых поняли и могли объяснить, что такое свободные радикалы, ну по-умному это молекулка с незавершенной электронной связью, снаружи так, а вот вообще как на пальце, как Бладинки на остановке рассказать, вот представьте Чебурашку, у Чебурашки два уха, детские мультики смотрели, двоечку поставьте, кто помнит про Чебурашку, кто это такой, то есть два уха, персонаж с двумя ушами, теперь представляете, Чебурашка, у которого нет одного уха, ну по какой-то причине, вот Чебурашка с одним ухом ходит, смотрит, а все там с двумя ушами, вот раз подошел, у кого-то второе ухо забрал, у него два уха, ну кто-то остался без уха, ну что такое, он подошел, кто у меня тут, я в чате, А вот Анжелику я вижу, да, я раз у Анжелики ухо забрала, она говорит, а я-то что, одна рыжая, что ли, тоже пошла забрала, да, то есть получается вот такая бешеная цепная реакция, бешеная цепная реакция в организме на воздействие свободных радикалов, да, и сам организм по своим свойствам может отразить только 2% вот этих вот атак свободных радикалов. Посмотрите, вот цепная реакция запускается, это миллионная скорость, это вот очень все быстро, вот это миллиарды клеток получается, вот запускается вот эта вот реакция бешеная, уши тянут туда-сюда, туда-сюда, да, а что с клетками происходит, да, которые вот без уха, да, эта клетка становится больной, клетки перестают узнавать друг друга. Сидел на себя, говорит, ой, ой, что-то я никого не узнаю, ну-ка я давай себе сделаю тех, кто будет на меня похожим. Начинается бесконтрольное размножение клеток, это что, это опухоли? Это опухоли доброкачественные, не дай Боже, злокачественные, да. Опять же, клетки перестают функционировать так, как они должны быть, они ломаются, ломается обмен веществ и так далее, и так далее. Организм начинает себя плохо чувствовать, да. Одно дело, какое-то заболевание образовалось, где слабо там рвется, у кого-то уже была предрасположенность, а у кого-то, ну, что-то непонятное, синдром хронической усталости, вот что-то я только проснулась, а мне уже спать опять хочется, и так далее, и так далее. И вот эта вот бешеная реакция, которая идет, ну, в природе все уравновешено, если есть какое-то воздействие, значит, и щит, вот этот вот щит, это как раз антиоксиданты, которые у нас эту реакцию бешеную блокируют. То есть каждому по уху дают, дают либо по уху, либо клетку чинят, либо этот процесс каким-то образом прекращает, то есть вот это как раз свободные радикалы, если у нас воздействуют, есть антиоксиданты, которые прекращают это воздействие. И как раз вот наш кардицепс в виде наших добавочек, содержащих его, они обладают этим чудесным эффектом. Увеличивает кровообращение, улучшает состояние, повышает энергетику и так далее, и так далее. То есть вот такой вот замечательный кардицепс входит в наши добавочки. Ну, вот это вот еще один из видов хранения или продажи кардицепса, вот так они упакованы, это тоже в тибетской аптеке. Там, знаете, действительно, можно ходить как в музее, наблюдать за этим, и реально скучно однозначно не будет. Ну, давайте посмотрим, что же компания Тиандэ позаботилась о нас. И это действительно здорово, потому что у нас есть три добавочки, которые содержат вот этот легендарный гриб. Про сборную, господи, олимпийскую, сборную по легкой атлетике китайскую помним, помним, конечно, да. Про то, что гриб высоко растет помним, помним, конечно. Кстати, пастухи нашли этот гриб давно-давно, когда обнаружили, что его овцы сбежавшие там вот как-то ели и стали такими энергичными и замечательными. То есть животные, которые были больны, они выздоравливали. И вот одна из первых добавочек, содержащая легендарный кардицепс, это фусин. Я выготовилась, у меня планчик есть, да. И фусин, это в Китае считается бог счастья. Бог счастья и его статуэтка, если есть в доме, считается, что это очень хороший пафэншуй. Состав его вы видите, да, что здесь на слайдике нарисованы адаптогены, женьшени, кардицепс и так далее, и так далее, да, и витамины, и зеленый чай. Давайте на нескольких остановимся. В частности, особенность фусина – это то, что он содержит женьшень. Есть такая легенда, что жил вот такой просветленный человек, его звали женьшень, и у него жизнь была очень, ну, такой вот равновешенной, такой вот праведной. И когда его люди спрашивали, говорят, ну, а почему вот такой вот ты спокойный, почему ты вот так вот живешь хорошо там, да, почему тебе все так гармонично? Он говорит, ну, я люблю людей и стараюсь им сделать хорошее, да. Люди его не понимали и стали ему завидовать, и тогда женьшень обратился к духу природы, и его, и он был превращен, его, вот, природа тайга его спрятала и превратила в легендарный корень, корень женьшень. И этот корень обладает уникальными свойствами, которые людям помогают, ну, вот такая вот есть легенда. Женьшень – это то, что позволяет человеку, опять же, мы говорили, приспосабливаться к изменяющимся условиям климата, природы, погоды, преодолевать высокие физические нагрузки. И, поставьте, пожалуйста, троечку, кто хочет вот вечером быть бодрым, чудесным, такой, как будто он с утра только проснулся. Вот женьшень будет нас поддерживать вот эту вот бодрость и замечательное состояние. И причем женьшень еще называли, и называют корень жизни, потому что его внешний вид вообще на человечка похож. То есть корни бывают разной степени, ну, разного возраста, да, разного возраста, и чем старше возраст корня, тем, соответственно, он считается более целебным, более дорогим. И вот, ну, в частности, у нас все видели наш замечательный женьшень, который в шампуне для волос находится, но там корешку 3 года, да. Ну, вот то, что находится у нас непосредственно в наших добавочках, то есть это более старший уже возраст корня. То есть, опять же, на слайде видите и усталость снимает, действительно увеличивает выносливость, физические нагрузки. В частности, опять же, вот важный момент, восстанавливает функцию печени. Ну, опять же, печень у нас страдает, по-моему, всегда и везде. И укрепляет иммунитет. Мамочкам нельзя, я скажу, мамочкам нельзя. Нельзя, в частности, вот наши кардицепсы, про которые мы трем говорим, сразу же, если вопрос возник, нельзя при грудном скармливании, нельзя кормящим мамам, и в частности, фусин, нельзя тем, у кого повышенное внутри, ой, господи, повышенное давление, да, то есть сразу ответила на вопрос. Значит, улучшает память, предотвращает развитие слабоумия. Ну, кто хочет себя хорошо чувствовать и быть бодрым и замечательным еще в своем уме долго и долго? Ну, я думаю, так. При гипотонии, головных болях и депрессии он помогает. Здесь, опять же, составляющая непосредственно вот нашего бада фусина, помимо того, что в нем находится женьшень, здесь еще содержится зеленый чай. Ну, зеленый чай – это потрясающий антиоксидант. Так, друзья мои, все правильно сказала. Зеленый чай – это потрясающий антиоксидант. Вот с вами про антиоксиданты сказали, то есть вот блокируют вот эту реакцию в свободных радикалов, которые атакуют наш организм. И существует даже такое понятие, как французский парадокс, почему у французов меньше заболеваний сердца и сердечно-засудистой системы вообще. Ну, вот ученые задались таким вопросом, обнаружили, что это потому, что французы выпивают бокал красного вина каждый день. Ну, на самом деле, не каждое вино к этому приводит, это отдельная тема, а не наша сегодняшняя. Но, тем не менее, именно антиоксиданты, которые содержатся в зеленом чае, это является тем, что снижает заболевания сердечно-сосудистой системы. И тоже существует легенда, когда 130-летний монах пришел к императору, и его император спросил, почему ты так чудесно выглядишь и так великолепно общаешься с людьми в таком зрелом возрасте. На что ему монах сказал, я человек очень бедный, я пью очень много зеленого чая, поскольку у меня на остальное просто нет денег. То есть это то, что содержится у нас в нашем фусине, то есть мы сказали женьшень, сейчас я слайдики полистаю, чтобы нам интересно было. Про женьшень сказали, про зеленый чай и антиоксиданты сказали. Еще у нас в зеленом чае содержится уникальное вещество, это янтарная кислота. Янтарная кислота вообще-то у нас в организме вырабатывается в каких-то количествах в молодом возрасте, ну в молодом, с возрастом ее количество все уменьшается, и она является необходимым составляющим в обмене веществ, вот это действительно так. Но с возрастом, к сожалению, ее количество уменьшается. Что же с янтарной кислотой и в чем ее легендарность? Даже древние воины, крестоносцы, они перетирали кристаллы янтарной кислоты, добавляли в красное вино и пили для того, чтобы быть выносливыми в своих длительных походах и войнах и не уставать. Представляете, перетирали древние крестоносцы янтарную кислоту. Дальше время шло вперед, и во времена развития Третьего рейха, в частности Гитлер, задался целью изготовления, говорю, создания суперсолдат. Янтарная кислота, это были засекреченные материалы разработки. Янтарная кислота то, что повышала выносливость солдат, выносливость человека, и в частности благотворно сказывалась на всем организме. Но времена шли дальше, и у нас, если говорить про наши времена, определенное закрытое управление, спецслужбы у нас, соответственно, в России тоже занимались исследованием янтарной кислоты, далеко продвинулись. И тоже этот компонент был доступен только очень-очень узкому кругу, имеющему отношение к военным. Но нам с вами повезло, время сейчас другое, и слава богу, сейчас это тот препарат, который доступен всем. Янтарная кислота повышает выносливость, повышает адаптацию, повышает обмен веществ, улучшает обмен веществ, снижает стресс. Сказала, да? Замечательно. Пьем по одной таблеточке, то есть вот все наши кордицепсы, они по одной таблеточке. Соответственно, фусин пьется один раз в день по одной таблеточке, как я сказала, с утра. То есть поскольку у нас он дает энергию, поскольку дает действительно, делает жизнь ярче, вот здесь вы на слайде видите, да, в первой половине дня месяц пьем. Как раз у нас коробочка получается на месяц, потом можно сделать две недельки перерыв, ну и соответственно так. Я скажу честно, я все наши три кордицепса пью постоянно. Следующий момент у нас это, так вот это пьяолян, это у нас то, что в переводе красавица, в переводе китайского это красавица. И помимо того, что у нас здесь содержится легендарный кордицепс, почему красавица, это красота волос, ногтей, кожи. И уникальная составляющая здесь, помимо того, что вот указано витамины и так далее, и так далее, экстракт зеленого чая тоже здесь есть. Это микроэлементы такие, как цинк, селен и таурин. Вот это очень-очень важно. Так вот я даже себе тоже пометила. Вот эти микроэлементы, они поддерживают, в частности, цинк, селен и таурин. Они необходимы для формирования красивых, здоровых волос, для того, чтобы ногтевая пластинка не слоилась, была действительно чудесной, замечательной. А вот цинк и селен, они абсолютно необходимы женщинам, да и мужчинам тоже, да, для благотворного функционирования женской, в частности, половой сферы, да, для гинекологии. И являются противоопухолевым еще средством, это тоже очень-очень важно. Опять же, поддерживают печень, обмен веществ, именно вот цинк, селен, поддерживают обмен веществ в печени, благотворно влияют на поджелудочную железу. А поджелудочная железа у нас отвечает за выработку инсулина. Значит, опять с вами думаем, кому обязательно нужно, у кого слабая поджелудочная железа, у кого диабет. То есть, вот, пожалуйста, это не только красота волос, ногтей, это еще и здоровье. И еще, опять же, цинк и селен называют, господи, диетическая суперзвезда, да. То есть, для тех, кто со снижением веса так дружит, пытается это сделать, то есть, как раз вот комплекс пьяолян, он будет очень хорошо способствовать снижению веса. Это тоже очень-очень важно. И третий наш БАД, который содержит кардицепс, это шоу-син. Шоу-син – это болг долголетия. Конечно, хотелось бы жить долго, но вот и причем быть в здравом, имея трезвой памяти и хорошо себя еще чувствовать, да. Это тоже очень важно. И здесь вот тоже есть у нас антиоксиданты, видите, на картиночке, экверцитин, ресфератрол. Это то, что блокирует у нас вот атаку свободных радикалов, о чем мы говорили, да. Улучшает состояние сосудиков. А где у нас сосуды? И, опять же, где у нас самые мелкие сосуды? Здесь вот содержится, в частности, вытяжка из плодов черники. А плоды черники называют еще молодельной ягодой. За ее антиоксидантные свойства и именно улучшать кровообращение в мелких сосудах и капиллярах. А где у нас самые мелкие сосуды и капилляры? Это глаза, да. Глаза, это действительно, ну, все, наверное, помнят, когда уже, ну, из древности говорит, вот моя бабушка говорила, хотите, чтобы зрение было хорошим, кушайте чернику, да. Вот плоды черники, они обладают таким свойством, что улучшает кровообращение именно в мелких капиллярах. А это сетчатка, это зрение, это почки, это печень, это действительно очень-очень важно. И еще здесь содержится уникальный такой компонент, как коэнзим-Ку. Вот коэнзим-Ку, опять же, как просто-просто, как для блондинки сказать, это электростанция в каждой клеточке. Электростанция в каждой клеточке, то есть 95% клеточной энергии за счет того, что вот именно действует коэнзим-Ку. То есть это то, что дает нам выносливость, то, что дает нам энергию. И с возрастом, опять же, ну, к 60 годам только в организме 50% коэнзим-Ку тот, который, соответственно, у нас необходим для хорошей жизнедеятельности организма. То есть его количество снижается, да. И вот наш замечательный шоусин, это, опять же, вспоминаем Бог долголетия, то, что нам дает вот эту энергию и в виде коэнзим-Ку, и в виде антиоксидантов, и в виде молодильной ягоды, плодов, черники. И замечательно, когда вот есть возможность, есть возможность вот эти все три кардицепса нам применять. Шоусин, вот меня поправьте, опять же, ну, вот шоусин у нас пьется, по-моему, в первой половине дня тоже, да. Вот в первой половине дня у нас пьется фусин, там жень-шень, да, а, соответственно, шоусин и пьяолян в обед и вечером. Ну, знаете, скажу честно, вот я вот, как вот честно, как на духу, я с утра все три выпиваю, потому что в течение дня я просто забуду, да. Однозначно, есть противопоказания, о которых я сказала, это грудное вскармливание, если мамочка кормит грудью беременность, и у фусина, в частности, нельзя при повышенном артериальном давлении. Ну, и в завершении такая маленькая моя картинка, знаете, я врач, и, ну, по первому образованию врачи, они такие вот испорченные клиенты. Ну, я тоже человек, вообще-то, и когда у нас только эти кардицепсы появились, а я в компании Тианде уже 10 лет, и когда они у нас только появились, ну, я пью, я их все, я все пью, все, а потом думаю, ну, все-таки я тоже человек, думаю, ой, ну, что было бы, если бы я их не пила, ну, вот, а где вот, ну, эффект, какой разница, там, да. Вот поставьте четверочку, кто периодически это слышит. Ой, непонятно, пью, не пью и так далее, да. Ну, во-первых, мы с вами помним, что любой БАД, это не таблетка от поноса, простите, меня выпил, и сразу вот, ну, момент, эффект такой моментальный, да, то есть у них накопительный эффект, и любые БАДы нужно пить как минимум 3 месяца, потому что, ну, потому что клеточки обновляются, да, 35+, плюс клеточки обновляются как минимум 3 месяца, ну, и что-то накопиться должно. И в результате я их пила, пила, но вот как-то так получилось, что 2 недели я не выходила из дома, у меня тогда был ребенок маленький, что-то заболели, и я вот, и у меня закончились вот эти БАДы, и 2 недели просто я не могла выйти из дома, там, чтобы их докупить или еще как-то. И знаете, дорогие друзья, я вот четко скажу, я очень сильно ощутила, что значит ты пьешь их, и что значит их не пьешь, да, и реально, вот, вроде бы дома находишься, там, дрова не грузишь, но вот еще там какие-то физических нагрузок никаких нету, да, но вот именно объем энергии, объем вот этой вот, ну, какого-то горения, я четко увидела, что он уменьшается, да, и вот как-то и коэнзимаку не хватает, наверное, и еще там каких-то вот именно выносливости. Так что, дорогие друзья, все три наших удивительных БАДа, это то, что позволяет нам быть энергичными, здоровыми, красивыми, а сейчас у нас еще чудесная акция идет, чудесная акция, если вы покупаете шоусин и пьяолян, фоусин вам идет в подарок, да. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кому, да, да, Тань, вот спрашивают, да, сколько пить, вот, да, всю жизнь, всю жизнь пить, потому что с возрастом уменьшается количество того, что должно быть выработано непосредственно в организме, да. Да, рада была быть вам полезной, я вот не вижу вопросы, как-то вот я не особо спец в чате, вот в чате, в чате, сейчас я попытаюсь, да. Но если вопросов нет, всем всего доброго, благодарю за внимание. Да, Екатерина, можно пить сразу все вместе, то есть, ну, вы их можете разнести однозначно по времени, фоусин утром, а его, вот, вот, его обязательно только утром, они пьются после еды, кстати, на голодный желудок, не надо их пить, да, а так можно, конечно, пить все три, вот, вот я тот образец, который пьет все, все три. Ага, ну, отлично, Полина, да, для матросов нет вопросов. Всем чудесного дня, благодарю всех за внимание, была рада всем быть.